10 миллионов можно построить дом эконом-класса под ключ и жить в нем через год, а можно за 10 миллионов построить цокольный этаж. У тебя есть какой-то свой топ-5 самых распространенных ошибок заказчика? На рынке дефицит хороших типовых проектов. В чем разница между проектом от строительной компании или проектом от архитектурного берета? На эти грабли наступают абсолютно все от дома за миллион до дома на миллиард. Часто ли тебе приходится там сливаться, что называется, да, и становиться лишь руками заказчика? Здесь мы там в стене вставим там какое-нибудь стекло с подсветкой, имитирующее окно. Пустим ли темный сортир в доме? Дешевле и проще поменять участок. Кирпич, керамоглок или газбетон? Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов. Друзья, всех горячо приветствую. Это мой первый прямой эфир. Вообще, если вы знаете, в фейсбуке в приложении, если вот так направо смахнуть картинку, там внезапно появляется вид с фронтальной камеры, и внизу слева написано прямой эфир. И вот у меня все время, как это случайно происходило, у меня появлялась фобия, что сейчас вот начнется запись прямого эфира, не самой лучшей может быть обстановки, отсюда и пошла эта фобия прямых эфиров. А я фобии вообще не люблю, я с ними обычно борюсь, и эту фобию я тоже решил побороть. Собственно, поэтому мы и здесь, и записываем этот прямой эфир. Я жуткий интроверт, и для меня участие вот в таком прямом эфире – это просто выход из зоны комфорта. Но выход из зоны комфорта обязательно должен быть для развития, для собственного развития, для развития бизнеса, для развития той сферы, в которой мой бизнес существует. Я не претендую на роль Дудя или Дмитрия Портнягина. У нас очень узкая тематика недвижимости и строительства, и моя задача как раз попытаться дать определенную полезность в этой сфере за счет тех профессионалов, наших гостей, которых я буду приглашать сюда. Месяц назад я сформулировал свою контент-стратегию. Она укладывается буквально в три слова – это владение, движение, творение. Владение – это все, что связано с недвижимостью, с операциями, с недвижимостью, с эксплуатацией. Собственно, владение. Движение – это развитие любое, причем физическое, духовное, развитие бизнеса. Это и партнерские программы, это и обучение, это и все, что связано с предпринимательством. Творение – это строительство, проектирование, архитектура, дизайн-проекты, отделка, создание каких-нибудь интерьерных предметов, мебель, техника и так далее. Сегодня хочу вам представить моего первого гостя – это Борис Зайцев, он архитектор. Это тот случай, когда люди сходятся по ценностям, при этом эти ценности, они определяются по тому контенту, который эти люди выкладывают. Борис, расскажи, пожалуйста, пару слов о своем бюро, чтобы наши зрители уже понимали, воспринимали ответы на мои вопросы через призму, специфики именно твоего бизнеса. Алексей, во-первых, спасибо за приглашение, это первый мой прямой эфир, все мои видео до этого были в записи, я не привык к такому формату немного, это тоже для меня немножко волнительно. Я занимаюсь проектированием загородных домов. Проектированием вообще занимаюсь с 2005 года, в 2010 году основал свое архитектурное бюро. И все это время я занимаюсь только загородными домами, то есть занимаюсь этим каждый день, я этим, собственно, живу. За это время переделал кучу проектов, переобщался с сотнями заказчиков, накопился некоторый опыт, которым я, в общем-то, со всеми рад делиться. Если совсем пару слов, вот буквально пару слов о своем бюро, то это два слова «система» и «принципы». Самый главный принцип – это знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов. Теперь о системе. В первую очередь, это система проектирования, это BIM, Building Information Modeling, информационное моделирование зданий. Все наши проекты мы создаем на основе информационных моделей. Второе – это система знаний. Все свои знания по проектированию, да вообще по всему мы объединили в корпоративную Википедию на базе системы Confluence. Очень важна своя система ценностей, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что такое некрасиво, что такое удобно, что такое неудобно. И у меня тоже есть такая система, тоже она в большей степени сформулирована у меня в голове. Большая часть все-таки перенесена в Confluence, чтобы каждый сотрудник мой и я могли, что называется, работать в одной системе ценностей. Видеть, что для нас хорошо, что для нас плохо. Постепенно эта система, собственно, развивается. Скажи, пожалуйста, твоя система ценностей может не совпадать с системой ценностей твоего заказчика. И вот тебя не угнетает необходимость постоянных компромиссов. Ведь заказчики наверняка приходят со своим видением, пожеланием к будущему дому. И вот меня всегда интересовал этот баланс. С одной стороны, ты профессионал, но с другой стороны, жить-то все-таки заказчику твоему. Часто ли тебе приходится там сливаться, что называется, и становиться лишь руками заказчика? Во-первых, все, абсолютно все заказчики, как я не рассказываю принцип, что как на рынке нужно выбирать мясника, а не мясо, так и на архитектурном рынке нужно выбирать архитектора, а не проект. Почти все заказчики, 99% выбирают архитектор по картинке на сайте. И большая часть заказчиков, которые приходят ко мне, они приходят по картинке. То есть они заведомо разделяют некоторую систему ценностей со мной. Но в любом случае создание нового дома по заказу – это всегда компромисс. Всегда у заказчика есть свое видение. Но многое зависит от архитектора, от его работы и от его способности убеждать. По поводу того, что там сливаться, становиться руками заказчика. Один советский архитектор говорил в неформальном общении, что архитектор – это проститутка. Я с этим не совсем согласен. Я считаю, придерживающее мнение, что архитектор, как и дословно переводится с древнегреческого, это главный строитель, это главный человек на стройке, которому в первую очередь заказчик должен доверять. И чтобы получить хороший результат, разумеется, нужно дать какое-то направление, высказать свои пожелания. Разумеется, архитектор, как профессионал, должен глубоко понять пожелания, потребности заказчика. Потому что жить, в конце концов, заказчику... Заказчики, когда все-таки настаивают на своих каких-то пожеланиях, они наверняка совершают ошибки. У тебя есть какой-то свой топ-5 самых распространенных ошибок заказчиков при заказе дома, проектировании строительства? Мелких ошибок, на самом деле, очень много. Я бы хотел выделить 5, ну, если называем топ-5, то таких 5 глобальных ошибок. Первая самая глобальная ошибка – это несоответствие бюджета пожеланиям. На эти грабли наступают абсолютно все от дома за миллион до дома на миллиард. Вот просто абсолютно все. Это не зависит от того, сколько денег у человека, миллион или миллиард. Я начинаю общение с бюджета. Я говорю, что вот пожелания слушаю и говорю, вот этот дом будет примерно стоить столько. Если у человека есть 10 миллионов, за 10 миллионов можно построить дом эконом-класса под ключ и жить в нем через год. А можно за 10 миллионов построить цокольный этаж и все. Номер два – это нерациональная экономия. Тоже случается абсолютно со всеми. Что с эконом-классом, что премиум-классом. Например, на проекте, на изысканиях, на материалах, на чем-то. Я же считаю, что нужно наоборот. Первое, на чем нельзя экономить – это проектирование. Фундамент нельзя экономить на черновых работах по коробке, на черновых работах по сантехнике. Все остальное, допустим, дешевую люстру можно через год выкинуть и поставить дорогую. Третья ошибка – это непонимание серьезности строительства. То есть строительство загородного дома – это не покупка готового, это не какое-то там легкое предприятие. Это очень сложный производственный процесс. Не было дома, и его нужно создать, придумать. Это процесс разработки проекта, это процесс строительства. Из-за непонимания серьезности на ранних этапах допускают ошибки, которые потом сложно исправлять. А четвертая ошибка – это строительство кусками. Ну и вообще мышление там некоторыми несгораемыми цифрами, как люди. Я этих людей тоже понимаю. Фундамент стоит, коробку поднял. Что там коробка? Мне вот там 300 метров, мне 400, мне 500. Соответственно, что там внутри будет, какие помещения, что получится, непонятно. Потом уже начинается… Опять же, приходит дизайнер. Здесь мы это окно не нужно как-нибудь задекорируем. Шторы повесим. Здесь еще что-то вот такое. Здесь мы там в стене вставим какое-нибудь стекло с подсветкой, имитирующее окно. Это уже недоумение. Да, это уже какая-то… И пятая ошибка – это неподходящий участок. Опять же, несерьезное отношение к выбору участка. Просто люди покупают неподходящий участок. И как бы это больно ни было, я всем говорю об этом. Разумеется, почти никто об этом не слушает. Потому что еще я купил участок за N миллионов рублей. Как он может быть плохим? Он неплохой, он неподходящий для этих пожеланий. На любом участке может построить все, что угодно. Но иногда бывает дешевле и проще поменять участок. Скажи, пожалуйста, портрет клиента, который выбирает для себя какой-то типовой проект, и портрет клиента, который заказывает индивидуальное проектирование. В чем у них разница? Какие у них разные потребности? Вообще я считаю, конечно, что типовой проект, чисто теоретически типовой проект, он гораздо лучше, чем индивидуальный. И подходит для большинства людей вот такой вариант. Потому что абсолютно большинство людей ездят на типовых автомобилях. Не на автомобилях индивидуальной разработки. И понятно, что за этим следует, что типовой дом будет и дешевле, и намного лучше. Серийный дом, чем какой-то индивидуальный дом. Но мы живем, к сожалению, не в той теоретической идеальной ситуации. Таких домов нет. Поэтому и стандарт-класс, и бизнес-класс, они заказывают индивидуальное проектирование. Смотри, рынок развивается, и уже появляются клиенты, которые уже планируют строить второй дом. Они выбирают по своим критериям уже нормальный поселок. Они понимают, что важно для них. Вот они скорее, что все-таки возьмут индивидуальное проектирование, закажут? Или будут по типовому проекту строить? Дело в том, что на рынке дефицит хороших типовых проектов. Их практически нет. Еще вопрос типовой и индивидуальный. Нужно понимать, что в доме свыше 300-350 квадратных метров типовой проект практически нереально сделать. Если это бизнес-класс, опять же, который идет не по нижней границе бизнес-класса, где 300-350 возможно, а там 500-600 квадратных метров, то это практически 99% индивидуального проектирования. Есть разные форматы компаний или лиц, которые оказывают услуги по проектированию. В чем разница между, например, проектом от строительной компании или проектом от архитектурного бюро? Тот, кто обратится к тебе в бюро, вряд ли же, наверное, обратится к нам, к строительной компании West Construction. Это все же, наверное, разные люди. Почему заказчик идет в архитектурное бюро и заказывает, в том числе, и рабочий проект? Он еще не знает, к какой строительной компании он обратится. А те, кто уверен, условно говоря, как выбирают мясника, а не мясо, выбрали строительную компанию не по цене, а по принципам, по отношению к делу. Они знают, что вот у них есть объекты, вот они нормально строят, что это честные люди, что им невыгодно просто терять клиента. Они обращаются к этой строительной компании, ну, будет что-то не удовлетворять, я думаю, там поторгуются к какому-то взаимному компромиссу, всегда придут. Ну и, разумеется, конечно, особенно в премиум классе практически невозможно такого уровня архитектора привлечь на постоянку строительную компанию, чтобы он удовлетворил какие-то потребности. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к демпингу на рынке архитекторов? Вот, и такова вот та планка, ниже которой цену можно назвать демпинговой. За счет чего архитекторы могут давать такие низкие цены? Люди зачастую, даже если он абсолютно бесплатный проект, ко мне приходило несколько клиентов, которые выбрали компанию строительную, просто исходя из каких-то принципов, что да, мы с ними будем работать, там нравится их подход, нравится их принцип, все, ценовая политика нравится. Они нам предложили бесплатное проектирование, да я не знаю, они, может, даже там 100 тысяч бы заплатили бы сверху, но их не устраивает это проектирование. Они пришли к нам, чтобы мы им за деньги, которые мы берем, чтобы мы спроектировали. Поэтому какого-то демпинга я не вижу. Мне было бы действительно, наверное, страшно, если бы люди, профессионалы, которые работают на моем уровне, на уровне выше меня, делали бы цены ниже, чем у меня, вот мне бы было тогда реально страшно. Какая планка цены проектирования за квадратный метр, это вот AR, KR, ниже которой ты считаешь, что это все-таки уже демпинг, и надо потенциальному заказчику задуматься? Найти можно хоть за, ну не знаю, хоть за 200 рублей за метр AR плюс KR, вот можно найти. Что хорошего? Хорошего, наверное, ничего. Формально это будет, да, вот галочки AR и KR вот так вот из пальца посмотреть, но не знаю. Понятно. А скажи, пожалуйста, как влияют такие валютные катаклизмы на стоимость услуг архитектора, есть какая-то корреляция там с стоимостью валюты, и некоторые же архитекторы вообще позиционируют себя в валюте, что с ним происходит? Опять же вспоминаем про классы домов. В премиум классе, да, это возможно, и это есть во всех остальных классах. Я последний раз говорил в 2008 году о этих ценах на проектирование в долларах, вот, когда доллар в 2008 году стоил 25 рублей, вот. К сожалению, никак не влияют эти катаклизмы, а стоимость в рублях с 2008 года условно почти не меняется. Только с ростом уровня. То есть человек вышел на новый уровень, он поднял цены, а не просто проиндексировал, потому что вот, то есть индексации я не замечаю. У нас есть рубля 5 коротких вопросов, просто очень быстрые ответы. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Кирпич, керамоблок или газобетон? Я бы, наверное, если рекомендовать, то взял бы газобетон рекомендовать. В большей степени и во второй степени керамоблок. Понятно. Кондиционирование в загородном доме, да, нет? Ну, лично мне нет, а это очень субъективный вопрос. Мне, для себя, нет. Заказчику я не могу рекомендовать. Каждый сам для себя обычно решает. Очень-очень короткий. Посуществовал совет начинающему архитектору? Создавать портфолио. Отлично. Кровля плоская или скатная? Кровля плоская. Используя терминологию Олега Карлсона, допустим ли тёмный сортир в доме? Крайне нежелателен, но допустим. В тех случаях, когда на весах стоит что-то другое. Иногда, у меня бывают иногда такие проекты. Я всегда стараюсь избегать. Крайне нежелательно, но я считаю, что всё-таки допустим. Понятно. У нас ещё одна рубрика – это вопрос ведущему. Гость его готовит заранее, но ведущего не оповещает. Поэтому ждём твой вопрос. Да. Алексей, а почему первым решил пригласить меня? Ну, как я говорил, что есть какая-то, не знаю, химия в этом. То есть люди друг друга выбирают по ценностям. А эти ценности, как я и сказал, они видны из того контента, которым делишься. Мне показалось, что у тебя такой необычный подход ко всему. На самом деле, вообще, в принципе, архитекторов, которые активно занимаются SMM, их немного. И те, кто первые увидел в этом, как сказать, канал для привлечения клиентов, как такой канал для пиара, который, может быть, через какое-то время станет основным, ну, наверное, они, эти люди, они, наверное, получат определённое преимущество в будущем. Вот. И, собственно, я считаю, что интересно с такими людьми побеседовать, задать вопросы. Собственно, у нас интервью практически подходит к завершению. И я вижу, что не зря тебя пригласил. Спасибо, очень приятно. Я очень давно слежу за деятельностью, ну, не только вообще, за рынком, в частности, Веска, Констракшн. В частности, Веска, Констракшн. Смотрю сайт, интересно. И мне было очень интересно лично познакомиться и посмотреть, как, увидеть тех людей, которые это делают. Супер. Я просил тебя ещё подготовить специальный какой-нибудь подарок. Мы будем признательны тем людям, которые будут задавать вопросы. А ты, я уверен, обязательно на все вопросы касательно сегодняшнего интервью, вообще архитектуры, проектирования, строительства, будешь тщательно отвечать на YouTube. Расскажи, какой ты подарок приготовил. Да, подарок. Я решил приготовить вот такой чайник. Вот. И это не просто чайник. Тут есть несколько таких моментов. Первый момент. Это в современных офисах очень мало, кто пьёт нормальный заварной чай. То есть пьют гадость всякую из пакетика. Я хочу, чтобы победитель этого конкурса приобщился к культуре нормального чаепития. То есть покупал нормальный заварной чай и пил нормальный заварной чай. А второе, что я хотел бы показать на примере этого чайника. Когда-то, ну, у меня этих чайников своих и в офисе, и дома, я люблю такие чайники. Вот. Когда я покупал один из чайников на рынке в Ташкенте, этот я в Москве купил. Вот. Мне продавщица, как продавала эти чайники, она демонстрировала, что он... Я до этого думал, ну что, какая разница, чайник и чайник. Вот это вот, как бы, ерундушка нарисована, и всё. Вот. Всё. Как бы, куплю, поставлю, блестит, золото, синее, хорошо. Она говорит, что есть чайники, которые, когда наливаешь, вот они льются хорошо. А есть, которые, скажем, вот по ним вот так вот и на столе. А у меня уже на тот момент был такой чайник в офисе. И я вот сразу, знаешь, купил, вот, купил чайник, что вот, ну, действительно, вот видим, сухой стол. Вот. И на примере этого чайника я хочу тоже людям всем рассказать то же самое и о доме. Многие не задумываются, думают, ну, дом и дом. Какая разница, всё вроде, ручка есть, носик есть, фундамент есть, перекрытие, окна, двери, всё есть. Но он неудобный. А стоит он абсолютно же столько. Материала в нём затрачено. По объёму материала, по объёму работ столько же абсолютно. Но один удобный, а другой неудобный. Точно так же с этим чайником. Вот. Вот я хочу подарить вот этот замечательно красивый чайник автору лучшего комментария, которого мы определим. Супер. У нас интервью наше подходит к концу. Мы с Андреем договорились, что если у нас всё пойдёт гладко, то он сам у нас будет в качестве гостя. Вот. Поэтому в следующее воскресенье в это же время, в 10 утра, мы ждём Андрея Карделяну. Вот. Он обещал, точнее я его заставил, можно сказать, притащить вообще всю технику, которая у неё есть. Это там три квадрокоптера, это всякие там куча камер, 3D-туры и так далее. Он всё расскажет, как делается у нас визуальный контент. Вот. Фото, видео, те же самые 3D-туры. Вот. Зачем будущее у нас в визуальном контенте? Вот. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Ждём любые комментарии по поводу сегодняшнего прямого эфира. Всё учтём и будем как-то дальше развиваться и пробовать какие-то новые инструменты. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!